Здравствуйте, в эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия, Сваринск, Анжукаев. Несовершеннолетние за рулем, будущие асы или потенциально убийцы. Сотрудники ОГБДД и участковые уполномоченные полиции по делам несовершеннолетних ОВД России по Усть-Джигутинскому району провели информационно-пропагандистскую встречу с учащимися старших классов и педагогами второй школы Усть-Джигуты. К работе также привлекли представители общественности, администрации района и казачества. Ахмад Халкевичев продолжит тему. Общественность не только Усть-Джигутинского района, но и всей нашей республики зубодорожила новость о ДТП с участием двоих учащихся второй школы Усть-Джигуты. К сожалению, это не первое происшествие с участием несовершеннолетних. В прошлом году в подобной аварии уже погиб школьник. По имеющейся на данный момент у полицейских информации, старший классник выкрал ключи от родительского авто и выехал в город, прихватив с собой еще и своего одноклассника. В какой-то момент юноша не справился с управлением и на пересечении улиц Лесная и Ореховая допустил дорожно-транспортное происшествие. Водитель, транспортное средство пока находится в тяжелом состоянии. Его держат в коме, но критическое состояние вроде бы улучшилось. Будем надеяться, что выживет, выкарабкается. Второй пассажир получил тоже разные телесные повреждения. Важность общения со школьниками в подобном формате очень сложно переоценить. Последняя реальность показывает, что виртуальные беседы не особо эффективны. Тем более, тем и крайне важное сохранение жизни и здоровья учащихся. Но в то же время без поддержки со стороны родителей, без их сознательности, желаемого результата у нас не будет. Выразил уверенность директор школы Тимур Айбазов. Подрастающее поколение необходимо сохранить и дать им возможность в дальнейшем самореализоваться уже как личности. А не обрывать вот так глупо их жизнь обычной халатностью, я считаю, и несознательностью. Беседы с учащимися ведутся и на данный момент, с родителями, постоянно ведутся профилактические беседы. Ну, я думаю, что в дальнейшем, когда уже будет возможность, мы будем собирать именно отцов. Именно отцов для того, чтобы проговорить и данную, и схожие ситуации в живом, в живем, скажем так. В ходе беседы полицейские и общественники рассказали детям о том, чего категорически нельзя делать, чтобы не оказаться преступником и стать виновником трагедии не только своей, но еще и чужой семьи. Мне кажется, у каждого мальчишки было такое желание покататься, но когда ты понимаешь, что у меня был случай, мой одноклассник погиб в аварии 3 октября, и я после данного случая, я не хочу водить, потому что я не хочу повторить его случай. Я знаю, что мне дома ждет мама, и я собираюсь вернуться. Причин, по которым несовершеннолетние садятся за руль, много, но самой большой проблемой, как говорят полицейские, является то, что некоторые родители сами допускают своих детей за управление источником повышенной опасности. Для вразумления таких родителей предусмотрены весьма внушительные штрафы, которые начинаются от 30 тысяч рублей. А еще безобидная, на первый взгляд, детская шалость может испортить ребенку всю жизнь, оставшись пятном в биографии судимостью. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Вести Крачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район. Впервые в Черкесске состоялся кинофестиваль «Хрустальная вершина» при поддержке Министерства культуры Республики и «Татаркино». Гости из Казани, это режиссеры, актеры театра и кино, познакомили жителей и гостей Республики со своими картинами. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Фестиваль начался с ярких выступлений артистов филармонии, затем к присутствующему обратился министр культуры Зураб Агирбов. Мы рады приветствовать вас на открытии нашего первого, уникального для нас, ну, наверное, значимого в развитии кино, короче, в Черкесии, проекта, фестиваля «Хрустальная вершина». Для нас, для республики, которая только начинает свои шаги в профессиональном производстве кино, это, конечно, событие важное. Надеемся на сотрудничество с Республикой Катарстан, чтобы и там мы могли показать свое особенное, удивительное, интересное кино. Всем нашим производителям, продюсерам, киномастерам желаем удачи, успехов. Главной целью фестиваля стало знакомство жителей и гостей республики с новыми картинами и их создателями. Обмен опытом, популяризация творчества духовно-нравственных и культурных ценностей, а также создание объективного представления о культуре народов России. Я очень благодарна Черкесскому за то, что нас пригласили. Мы готовы любой фильм дать на показ, чтобы жители Черкесии увидели, как мы живем, кто такие татары, почему у нас есть свои общие корни. На самом деле мы очень близкие народы и дружба между Крачево-Черкесией и Татарстаном, она давняя, она имеет истории, она имеет истуки. Поэтому мы думаем, что на этом битке это очень важное событие. В программу Дни татарстанского кино отобраны лучшие фильмы, призывающие к добру, миру и справедливости. Один из таких стал фильм «Байгал» кинорежиссера Ильдара Игофарова. В картине играет роль следователя известный актер Владимир Давиченков, давний друг режиссера фильма. В центре сюжета судьба главного героя Галимжана играет Ренат Галимов, преподаватель актерского мастерства в Институте культуры, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом ветшалом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад в Казани у него было все – любимое дело, любимая жена и сын, пока семейная жизнь не дала трещину. Это очень приятно, этот регион для меня очень новый. Я снимаю кино в Татарстане. Сюда привез две картины. Это «Байгал» и «Картина Живолевая». По-татарски она звучит «Исэнмэсэс». Они полнометражные, игровые картины. Я надеюсь, что… И вообще я снимаю кино о людях, и мне кажется, нет никакой разницы, татарская это картина или черкесская, или это русская картина. История одинаковая, история маленького человека, которая на самом деле очень большая, она очень близка любому человеку. Фильм рассчитан на глубокого, думающего зрителя. А красивые осенние пейзажи Татарстана не оставят равнодушным никого. Талантливые именитые гости из Казани были рады посетить нашу республику и, в свою очередь, приглашают к себе со своими фильмами и творческими работами. Альбина Курочинова, Кенджио, Мухаммед Ишебоков, Фести, Карачаево, Черкесия. Сейчас погода не в выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Красивый курорт теперь с красивым названием. Специалисты провели монтажные работы въездного знака названия населенного пункта города Тиберда. Они устранили неполадки с освещением. По святке не горело несколько букв, поэтому искажалось слово. Руководство города решило установить электронные часы. Специалисты с поставленной задачей справились быстро, и теперь название курортного города заиграло яркими цветами и красками. Приобрел презентабельный вид. В ночное время будет светиться ярко красным цветом. И заодно установить часы с датой, чтобы горело было красиво, приятно людям, приезжающим к нам в гости, и жителям города, и гостям. В здании Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева открылась межрегиональная выставка «Обращение к истории». Представлены на ней картины и фотоработы ранее прошли строгий отбор. Каждый экспонат в этой или иной мере затрагивает тему столетия Карачаева-Черкесии. С некоторыми участниками выставки пообщался и наш корреспондент Артур Мхце. Красоты Карачаево-Черкесии на стыке зимы и весны. На базе Государственного университета имени Алиева открылись, можно сказать, сразу две выставки. Так любой человек, проходивший мимо территории вуза, мог познакомиться с работами фотохудожников. Основная фотовыставка будет открываться здесь, в здании Карачаево-Черкесского государственного университета. Она приурочена к столетию нашей республики. И мы также вместе с Карачаево-Черкесским государственным университетом решили сделать еще одну фотовыставку. Сделать ее для больше такой внешней экспозиции, для людей, которые могут прийти и посмотреть не только наши пейзажи знакомые, но и ребят в национальных костюмах, которые будут подчеркивать как раз колорит. Реализация этого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Росмолодежи. Лучшие работы воспитанников фотошколы также украсили стены Института культуры и искусств, где открылась основная часть экспозиции. Для художника Юрия Карасова 2022 год – это не только юбилей Карачаево-Черкесии, но и 50-летие его собственного выпуска из стен данного образовательного учреждения. Для нас, конечно, это имеет громадную ценность, потому что те работы, которые здесь выставлены, в основном это выпускники нашего художественно-графического факультета. И посмотреть новые имена, посмотреть уровень, для нас это, конечно, большая такая вот внутренняя необходимость. По словам Юрия Баубековича, Карачаевск не является крупным выставочным центром. Здесь нет больших музеев. А потому такие выставки имеют для ценителей искусства огромное значение. Помогают знакомиться с новыми именами. Одно из них, возможно, зазвучит через энное количество лет. Пока же картины самой юной участницы выставки в стиле символизма притягивают внимание мастеровитых художников. Твои работы здесь тоже представлены? Да. Как называются и чум посвящены? Пуговица в космосе – это не цветка. Это называется тюльпан, который, когда отрезают тюльпан, оно становится две точки. И символ тюльпана – это радость весны, короче, и на руках сделана такая работа. С работами представителей различных направлений любой желающий может познакомиться в течение всего марта. После чего в планах организаторов будет издание художественного альбома, в который войдут как показанные на экспозиции работы, так и труды ряда зарубежных авторов, воспитанников вуза, которые по тем или иным причинам не смогли отправить картины на межрегиональную выставку. Артур Мхц, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В конце марта в Карачаево-Черкесии планируют провести переход на лошадях карачаевской породы из Малокарачаевского района в Урупске протяженностью 220 километров. Мурат Лепшоков из села Маруха с 2015 года занимается разведением лошадей, а в этом году планируют принять участие в переходе Медовой водопады. Из Ленчукского района репортаж Аллы Динаевой. Каждое утро Мурат Лепшоков в конюшне и начинает день, ухаживая за своим четвероногим другом с кокуном карачаевской породы по кличке Альмуртаджис. Скоро Мурат и Альмуртаджис отправятся в небольшое путешествие по Карачаево-Черкесии. Сейчас они к нему готовятся. Это будет конный переход протяженностью 220 километров. И выставка лошадей? Два как бы каждый день. Тренировки, да? Да, тренировки. Какие проводятся? Ну, провожу пока что чисто шагом. Сильно не нагружаю, а хочу вот. Ну, уже где-то еще 10 дней так поработаю, уже дальше больше начну его по-полному нагружать. Любовь к лошадям у каждого горца в крови. И в детстве у меня был чистокровный Ахалтикинец, а позже, в 2015 году, приобрел 6-месячного жеребенка карачаевской породы, из которого вырос вот такой красавец вороной скакун «Чернее черной ночи», делится Мурат. И с тех пор я решил заниматься разведением скакунов. Искал и приобретал самых лучших представителей карачаевской породы лошадей. А сегодня к Мурату приехал гость из Тернауза Аскер Шаманов. Откуда вы узнали про этого жеребенка и почему приехали именно вот в это? Лошадей-то много, в принципе? В инстаграме я подписан на Амуриках. Отец нравится жеребенка. И вот жеребенка увидел, созвонился с мультом, договорился, приехал, посмотрел, покатался на жеребце. Я так понимаю, вы не так дешево его покупаете. Цена приличная, не жалко столько денег отдавать? За хорошую лошадь нет. Не жалко. Стоит она этот день. Сильные, смелые, благородные, быстрые и поразительно выносливые. Становится очевидным, что разводить карачаевскую породу определенно имеет смысл. И это понимает нынешнее поколение. И каждый заводит себе четвероногого друга, а у многих и косяки этих умных созданий. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных праздничных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова